Доброе утро! Сегодня мы поговорим о пользе проростков. Еще тысячелетия назад пророщенные семена использовались как лечебное и здоровительное питание у многих племен и народов. Проростки называют живой едой, так как попадая в наш организм, они по максимуму проявляют свою биологическую активность. Употребление в пищу проростков улучшает пищеварение, обмен веществ, состав крови, укрепляет иммунитет, пополняет запасы витаминов и минеральных веществ в организм, омолаживает организм, добавляет физических сил, выносливости. В результате регулярного употребления проростков у человека пропадает тяга к мертвым продуктам питания, сигаретам, алкоголю, наркотикам, детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам, пожилым и ослабленным людям, а также тем, кто активно занимается физической и умственной деятельностью, проростки особенно полезны. Проращивать можно многие злаки и бобовые, это подсолнечник, лен, рожь, пшеница, чечевица, горох и другие. Главное условие, они должны быть цельны, без термической обработки, самого высокого качества. В настоящее время вы можете найти в магазинах уже специально отобранные и подготовленные для проращивания зерна. Чтобы прорастить злати самостоятельно, нужно их тщательно промыть водой и замочить на ночь от 5 до 24 часов и более. Время зависит от того, какую культуру вы выберете. Затем вы их тщательно промываете и распределяете по тарелке равномерно. Периодически зерна нужно будет смачивать, но не переливать. Через 1-3 суток ваши семена прорастут. Появятся белые корешки, их уже можно употреблять. Хранить их нужно будет в холодильнике. Употреблять по 1 чайной ложке в первой половине дня. Затем дозу можете увеличивать. Употреблять по росте можно самостоятельно. Или измельчить в блендере и добавлять в каши, салаты, зеленые коктейли. Употребляйте как можно больше живых продуктов. И будьте полны сил, энергии, здоровья. До свидания.